покажи приманку что ты там спрятал я не покажу не покажешь это очень оригинальная приманка мы такой вообще зимой не ловлю ну кто смотрит наши видосы конечно знают что мы постоянно для начала надо сказать всем привет 15 марта всем привет 15 марта вот у них календарик есть для этих целей у кого ну наших зрителей вот мы в принципе всегда ловим зимой практически но такую rapal bm swimmer 12 размера с черно-белым окрасом универсальный окрас который проходит подходит практически для любого там периода прозрака воды водоемов ну и так далее очень интересный зимний воблер и не только зимний кромка льда идем из качуку да это я и хотел сказать у нас уже кое-где по открывалась сегодня человек нам здесь на железной лодке проломал проход уже вот мы сейчас выходим большой водоем частично закрытый частично открывается так ну меня как всегда смутные сомнения активность солнца низковатая погода стояла у нас до ночью минус днем плюс я подозреваю щука могу я про погоду так смотрим температуру воды датчик единственная мог сейчас в воде небольшое время три шесть воде небольшие да ему надо время ну температура сравнялась он пластиковый посмотрим 35 падает о хорошо падает все значит до четырех градусов думаешь не респоко но ну 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 не знаю не знаю очень неделю стояла такая погода ночью минус днем плюс днем было так иногда даже очень тепло водоем водоем был закрытый и при такой активности солнца щука могла уже начать нереститься подо льдом но я думаю мы что-то поймаем сильно яркого клёва не будет в этом году это однозначно низкая активность солнца солнце кстати находится на середине между летним и зимним солнцестоянием как раз примерно 15 марта это где-то примерно вот середина почему на таких водоемах уже клев если и щука начинает клевать он уже ярче чем вот на мелких водоемах ну пробуем сейчас 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 мы покидаем пройдем где-то троллины где-то оброс сейчас будем смотреть по заливам так как вот я встану местами лед местами открыто будем смотреть не во всех заливах будет щука это сто процентов она сейчас стоит в ямах каких ямах это уже нужно знать как на ледоколе а почему как как а пройдет нам он кусочек и все и мы и мы вышли а смотри чайка на льду стоит как под ней смотри как про дайло она стоит думает люди не пугли а он рыхлый уже все я пошел но до вечера уже не будет поднимать поднимать давай вот мелко надо пустить держит твоя первая щука преднерестовый жор на орлике до того как я словил прибыло жестко чувствую что мы тоже слоя я вам серьезно говорю вот прям жестко чувствовал мы слоем я сразу же вот достал так ну щука мелкая ее придется отпустить придется отпустить желтая такая подо льдом стояла красиво аккуратно отцепи у нее видишь чуть-чуть там крючок разорвал ее но она нормально пойдет покажи легко это все благодаря вам благодаря русланчику так бы я конечно не нашел годами бы ходил бы с берега и так бы не поймал так температура воды у нас 2 и 3 поэтому я думаю мы еще попали все-таки на этот жор я думаю попадем ну первую щучку мы отпускаем мелкая пошевели она должна пойти придет себя на она еще очень вялая пошла вот это вот она только 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 оживает я надеюсь мы все таки попали еще на этот жор вот на щуке кстати была пиявка обратил внимание не обратил наверху у нее на спине было пиявка этот яркий показатель она лежит над ней вот это она только-только отрывается одна начинает двигаться именно на этом водоеме я бы даже если бы у него там какой-то без струнчик был я бы не заметил да я понял тебя эмоции я бы да ну как-то да я в шоке с него я сам в шоке у меня он даже кисниг давай давай хорошая хорошее ощущение да она хорошая килограмма я думаю ну да 10 блин так ну тебе кажется ну почему так казалось я не понимаю ну вот она весом так давит и тебе кажется ну это ест уже еще одно чуть чуть побольше уже такая килограмма что я могу сказать эмоции у тебя эмоции не ребят когда тянул честно я думал там трешка а потом думаю ладно не буду ляпать потому что сейчас достану какого-то шнурка ну вот и тем не менее я доволен как говорится главное не размер а умение вообще славить шоку не трусишь шок ты трусишь люди сейчас рыхать будут перед экраном так товарищи все соберитесь вестибулярный аппарат настройте обратно так ну кушать кушать я даже не знаю как это достать это просто плоскоупцы брать конечно сейчас я достану пальчики можно видеть вот если ничего сюда засовывать что-то если у вас по размеру что ну не надо не стоит потому что ребят очень острые у меня один вопрос ты уже пробовал что-то засовывал я не пробовал раз ты так рассказываешь я не пробовал потому что зубки очень острые ну ну а держу одной рукой камеры у меня не сильно большая вот ну так неплохая давай доставай речь опа хорошее давай давай еще камеру убери моя щас уйдет я стою держу мотаю давай 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 так а теперь руслан одновременно в один момент так в один момент стоим бросаем у двоих четко да и у тебя походу что-то крупное не знаю ну давило хорошо ну так ну ничего страшного они сегодня они сегодня так тянут у меня мельче щука ну а ну покажи да ничего ой ой давай их придавить или что сейчас новой наверное да не надо не надо не надо ничего давить все ничего не давим ну короче короче у нас сегодня клюют вот такие вот щуки на воблера Рапова круто сделай фотку сейчас опа ну вот такие вот волшебные воблера от Рапова вот сейчас у нас где-то около 11 пошел хороший всплеск мы стояли бросали с Артемом просто разговаривали тут сразу в одну секунду у двоих да буквально там я только дужку закрыл у меня не знаю то ли висела да одна секунда и сразу мы чувствуем секунда разницы одновременно клюнуло но моя давила сильнее я что-то думал будет крупнее да я тоже думал у тебя больше Артема щука оказалась крупнее рыбачим дальше волшебный воблер Рапова я щас свою быстренько вымотаю для фрикционов бы не скрепить чтоб тебе не мешать как пец блин Артемчик взял я быстренько выматываю чтоб ему не мешать ребята я просто сегодня не рыбалка это что-то фантастика какая-то зотрите там что-то хорошее 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 ах ты хорошее давай ко мне ко мне ко мне ко мне или сам иди мазайчик иди сюда вот такие вот щуки у нас сегодня клюют вот видишь солнце к нам ближе стало уже середина ребят очень наглядно видно что когда солнце подходит щука активизируется если кто-то считает что солнечная активность не влияет ребята пересмотрите все видео Руслана и убедитесь в обратном пожалуйста вот потому что ну только вышло солнышко сразу же у нас тогда поклевка одновременно была он сейчас опять не было солнышка это само собой я за то что солнце уже между летним и зимним солнцестоянием и щука начинает глотать плюс водоем побольше сама щука крупнее ну подвигаться сейчас и перестань ну такая уже активненькая да так ну такую уже можно и взять да все берем поехали давай по столбчике будем вынимать сегодня с Русланом рыбачим большую часть утра возле кромки льда вот потому что как известно щука начинает нереститься там где кромка там где вода открытая там как я понял со слов Руслана шансы словить меньше потому что там уже как правило температура воды выше соответственно там уже щука начинает нереститься вот хотя возможно здесь на Орлике она еще не начинала нереститься как ты считаешь не мы попали пока еще попали еще да то есть пока еще не рестанется но все равно отходим от кромки льда на 0,1 сейчас я вымотаю где-то на 0,1 на 0,2 градуса ну я как это сказать 0,1 градуса температура выше и поклевок кстати там меньше вот только поджимаемся к кромке льда или хотя бы где-то чтоб стоял лед и мы их возле него одну 0,2 ты имел леду правильно? да 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 вот сразу поклевок сразу как-то поярче больше угу я вообще очень доволен рыбалкой ребят честно я не ожидал вот поэтому ну Руслан продемонстрировал мне то что сам бы я никогда не смог бы в принципе вообще увидеть потому что я сегодня достал щуку уже два килограмма полтора килограмма одну или две еще мелких плюс поклевка была ребят раньше я ходил несколько лет подряд просто чтобы в один момент одну щуку два килограмма достать и это для меня просто казалось какой-то фантастика чем-то невероятным вот ну с Русланом мечты становятся реальность и по крайней мере мы четыре балова точно вот и поэтому я очень рад что могу ловиться этим человеком впитывать эти знания и получать такое удовольствие на рыбалке давай чайок кофеек и потом еще покидаем потому что уже желудок лучше так у Руслана походу ударило и очень огромная щука дай фиксион послушать да давит 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 ни фига себе еще если бы ты вымотал чуть-чуть я да могу зацепиться сейчас не получится наверное ладно не трогай не трогай все давай попробуем так она под твой шнур пошла сейчас я его попробую сейчас так вымотать хорошо опять только блин подходим от кромки на определенный раз перекиньте шнур через меня Артем вот так вот да я уже перекинул все 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 это уже хорооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо Еще таких не было сегодня у нас. Килограммчик она 3, я думаю. Приманку видно? Да, видно. Вопросы есть еще? Вопросов нет. Вы просто отличный тренер. Ой, учитель и гуру. Тихо, тихо. Крючки. Главное ее хорошо держать. Да. Так, ну зацепилась она отлично. Она бы не сошла. Шансов у нее нет. Угу. Ну, короче. Так. Такие вот мартовские щуки. Главное правильно выбрать место. Правильно подать приманку. И взять с собой правильного тренера Руслана. Да, и взять с собой Руслана. И результат не заставить себя долго. Да, или смотреть видео Руслана. И впитывать все знания. Давай, не могу сам отсыпать. Ну мелко. Я сразу почувствовал. Она так как-то тыкнула. Кстати, вот до этого у тебя стала приманка. Может, мы, по-моему, это не говорили. Немножко с голубоватым оттенком. А сейчас поставили чисто черно-белую. И вот она сразу начала бомбить хорошо. Потому что, видите, вот кто говорит, что типа цвет не влияет. Ребята, немножко было голубоватого оттенка. И практически, ну, не клевало. Как только поменяли приманку, сразу же начало клевать. Приманка должна быть, я рассказывал. 50 на 50. Это самый универсальный цвет. Все. И щучка сразу же. Все, ну ловим дальше, потому что нет смысла задерживаться пока клевом. Отпущу ее. Отпущем, да, давай? Отпущем. 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 Ну, нам мелкие не надо. Ну, конечно, конечно. Мы берем щуку покрупнее. Уже там закил. И всем рекомендую убрать щуку. Закилану. Мелочь отпускаем. А еще надо не забыть порекомендовать им научиться ловить щуку. Закилану. Артем уже в шоке. Причем фрикционный у меня даже не ждет. Сам возьмешь? Да, 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 конечно. Доставка щук. Кто заказывал щуку? Да. В марте месяце. Все, поднимай просто спиннинг вверх. Чуть-чуть подмотай еще. И за поводок. И вот. Ну, такая. Кило-кило-сто. Кстати, с язвой надо забирать. И не с одной даже язвой, а с двумя. Отпускать нельзя. Отпускать нельзя. Забираем. Язвы вырезаются и можно ее спокойно жарить, варить, тушить. Хорошая щука. Не вижу эмоций на вашем лице. Я уже просто привык, вы знаете. Когда, собственно, нам ловишь, ты уже просто на это смотришь, как ну на. Так и должно было быть. Удивляйся, только когда не ловится. Вот. Если можно, у нас просто лупся глубоко. Да, отцеплю. Точнее, глубоко. Отцеплю. То есть так. Чуть отцеплять. Я не удивлен. Что-то поддавливает. Это и есть этот момент преднерестового жора. Кромка льда. Температура 2,5 градуса. Вот это вот и есть этот момент. И он очень короткий. И в него нужно попасть. И нужно правильно выбрать место, где стоит щука. Щука стоит сейчас не везде. Она стоит такими локациями в ямках. Так, я присяду чуть-чуть. Ну, она небольшая, но сам факт. Она очень приятная. Ну, полторуха где-то. И тоже, смотри, и с язвой, и с пиявками. Поэтому я по-любому должна забрать. Ее забираем, потому что отпускать таких нельзя. Все. И берет. Смотри, видишь. Это за краешек. Какая глотает, какая поактивнее. Какая не сильно активная. Берет за самый краешек. Мы, конечно, любим когда... Объясни, из-за чего у тебя язвы появляются. Вот эти что-то. Палячка, это засоренные водоемы. То есть орлик, в принципе, тут засоренный, да? Плюс она лежит, не двигается. Как у человека эти пролежни. Вот когда человек не двигается. Я понял. Примерно это со щукой. Но это не страшно. Ее можно пожарить, термообработка, все нормально, да? Да, по-другому эти болезни происходят. Но лучше забирать. Лишь, пиявочку покажи. Вот это вот яркий признак, что щука вот только-только оживает. Только-только отрывается от дна и начинает кушать. Так, ну зашли мы. Чаек, кофеек попить. Щука чуть подзатихла. Уже минут 20 бросаем. Пока тишина. Эмоции есть какие-то? Я в шоке. Давай, чай, кофеек и бросаем дальше. Потому что должен быть еще второй всплеск. Не факт, конечно, но... Второе пришествие щука. Будем ожидать. Должен быть. Надо успеть. Поэтому пять минут пьем чай и едем дальше. Согласен. Можно даже четыре с половиной. Рука не болит бросать? Я, ну, как вам сказать... Я, честно говоря, в такой эйфории, что я, честно говоря, не чувствую рук. Ты еще скажи, сколько ты поспал сегодня? Да, я сегодня три часа поспал. Ну, надо было так... Но при такой рыбалке, да, не чувствуется? Да, вообще, у меня такое чувство, что я вообще выспался. Идеально бодренький. Потому что щука реально бомбит. Согласен. Поклевки такие практически неотличимые, если воблер заходит в пучок травы. Такой тычок легкий. Такой тык. Буквально практически еле-еле слышен. Вот так вот она сейчас берет. Щука не активна, поэтому сильно ярких ударов не происходит. Очень-очень легенько догоняет приманку. Приманку я веду, в принципе, вяло. Вот. Вот клев отходит. Это уже ярко видно. Видите? Угу. Такая уже небольшая щучка начинает брать. Ну, мы еще походим. Мы еще поищем ее. Ну, такая килошечка где-то. Кило сто может. В принципе, хорошая щучка. Не скажу, что сильно крупная, но хорошая. Хорошая, хорошая. О, давит, давит. Сейчас поднимется, поднимается уже. Угу. Вот видишь, ее нет на поверхности. Ее тянешь, а она давит весом. Мелкая сразу идет на поверхность. А ну, что ж там за крокодил? Ну, сопротивляется прикольно. А хорошо, да, до сих пор еще не поднял. О, вон она. Хорошая. Хорошая, в принципе. Ну, небольшая. Я ожидал больше. Я думал, она чуть крупнее. И зацепилась вообще еле-еле. Не, ну, вообще неплохая. Килограмма два, я думаю. Да, это где-то двушечка уже. И обратил внимание, да? Задний тройничок. Угу. Думаешь? Думаешь? Я не знаю. Как бы, я только забру. А ты вот так, что-то трава, наверное? Ну, по спиннингу я не вижу, что там дергается. Это что-то... Это рыба. Это рыба. Поднимай меня сюда. Это рыба. Волшебная рапова. Аккуратно, аккуратно. Вот еще у меня что-то... Это они стоят. Это они стоят сейчас. Это стаи. Смотри. Возьми за тройник просто я отсюда. Дай покажу. Смотри. Вот, смотри. Тихо, тихо. Вот, берешь вот так, затройни. Смотри, он крутится сейчас. Аккуратно. Аккуратно. Все. Ребята, я такой маляша. И впервые в жизни я уже вижу, что они такие огромные. Какой-то так. Смотри, чтобы он не выпал. Должна быть не крупная, потому что я видел. И она небольшая. Я же говорю, да, не крупная. Должна была быть еще. А я казах. Да, я казался, что еще мелкая должна клюнуть. Да. А, какая пятнистая. Ага, прикольно. Да, как леопард. Я прям удивился. Так. Жалко против солнца. Оно развернет. Да, да, да. Вот так видно. Леопардовая щука. Прикольно, да. Щука-леопард. Нежно, нежно. Жигань, жигань, пятна. Ага. Животаж на животе. Да, необычно вообще. Я такое не видел. Если уже не церемониюсь, а то уже меньше. Ну, понятно. Уже ясная. Да. Уже пытаются кушать, но уже отрыв уходит. Уже ям. Заглатываний нет. До килограмма. Супер. Ананасы на месте. Хорошо. Ананасы? Ананасы. Ананасы. Вон, Бальдор. А что они покажутся? Да, будет или наоборот уже? Слой будет. Когда не всплывает? Ну, когда вода будет горячей. Спасибо всем, кто сегодня с нами был за экранами ваших компьютеров, телефонов, смартфонов. Кому нравятся мои рыбалки, ставьте лайки. Пишите комментарии. Закрепляйте, не забывайте закреплять мое видео в соцсетях для распространения. Чем быстрее мой канал наберет популярность, по мере набора людей, я буду выдавать все более интересную информацию. Такая вот сегодня рыбалка, прекрасный день, лед отступает, преднерестовый жор я показал. Ты все показал, мужик, реально. Я все показал. Я сегодня все увидел, я такого не видел никогда. Не наворачивай, это цветочки, это еще... Ну, для меня я не наворачиваю, я реально такого никогда не видел. Я еще валяю дурака, поверь. Это еще, это цветочки. Так что, спасибо всем, всем пока.